Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Я девушка, мне 26 лет, что делать, если практически ничего не радует? Хочется плакать, а пати всевремя. Близко к всему на работу не могу устроиться из-за всего этого, нет никаких целей, планов жизни, нет никаких способностей, план, тут нет призвания, считаю, что я слишком тупа для всего. Ни к чему не приспособлена, если я устроюсь на работу, кто-то боюсь не справиться и на меня будет кричать, плетник, нет никакой поддержки от близких, и мне очень тяжело. Тяжело принимать решение, начать что-либо делать и попробовать что-то новое. Сложные отношения с мамой, да впрочем, за всеми родственниками, мне постоянно кажется, что меня все ненавидят, что я полный ничтожество, а кажется, что люди вокруг злые, мир против меня. Иногда даже умереть хочется и щедрят плит на земле. Как вообще называется это состояние, и как это побороться, если это возможно? Конечно. А то боюсь, если я кому-то расскажу о своих проблемах, надо мной будут смеяться. Я так себя по смешатым чувствую, и это очень плохо. Заранее спасибо. Что именно очень плохо, хотелось бы уточнить. Вот. То есть, надо мной связаться будут, или то, что вы чувствуете себя посмешище. Вот. Ну, состояние можно назвать, можно называть это состоянием. По-разному. Но, как бы мы его ни называли, тут важнее, важнее не название этого состояния, на мой взгляд. А, важнее, вот, как, как я думаю. А, важнее то, как вы себя чувствуете. И, важнее то, как вы, вот, к этому состоянию, своему, ну, пришли. Вот. Которое вы ощущаете на данный момент. Лично я, лично я думаю, что в основе вашего состояния такого лежит, значит, во-первых, стыд, во-вторых, агрессия, вот, я думаю, что это основные эмоции, эмоции, я думаю, что это основа вашего психоэмоционального состояния на данный момент. Как мне это видится сейчас, с точки зрения, вот, психологии, с точки зрения психотерапии. Очень, очень сильно чувствуется, что вы себя обоцениваете, очень сильно чувствуется, что вы себя подавляете, сильно ощущается, что вы, ну, вот, к себе относитесь довольно деструктивно, а это, вот, ну, основание, для этого может быть только прошлый опыт, вот, в частности, подавляем, подавляем. Ну, и, конечно, косвен указывает на стыд, то, что вы хотите исчезнуть. Вот. То есть, человек, который испытывает стыд, он, на самом деле, очень сильно хочет исчезнуть. Это правда. Это правда. Это правда. Ну, вот. Такая история, ну, действительно, присутствует. Что нужно сделать в этой ситуации, ну, в первую очередь, в этой ситуации, вот именно в первую очередь, нужно сделать следующее, это выразить, ну, вам выразить свои чувства. Вот. Вот все, что как-то накипело, наболело, ну, вот, все, что, все, что, все, что вас оправляют сейчас на данный момент. Вот. Я бы, я бы, наверное, как-то в этом ключе высмотрел. С точки зрения, с точки зрения, с точки зрения психологии и с точки зрения психотерапии. То есть начать проживать ваши чувства, которые у вас накопились и которых у вас, судя по тому, что мы видим очень много этих чувств, они вас переполняют, они вас отправляют, вы от них. Вы от них стараетесь защититься, как мне кажется, вы стараетесь от них как-то отстраниться, только, что называется, не получается это делать. Потому что от себя и от своих чувств не убежать. А вы от них бежите. С проживанием обиды начинается фиксация на себе. Начинается такая вот фиксированность на себе. Начинается обращение внимания на себя. Ну, на себя. Вот. И с этого начинается, я бы сказал, знаете как, пересмотр. Начинается вот пересмотр, восприятие себя. То, как вы видите себя. Вот. А сейчас опять же, понятное дело, что ничего такого у вас нет. Вот. 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 И не случайно, потому что там. Если бы подавлено не было бы, то как бы вы жили, не подавляя ЭПО. Это вот очень интересный момент, на который хотелось бы обратить ваше внимание. А, как по-другому? Можно. Можно. А, чего-то хотеть. Вот. Как можно. Чего-то хотеть, как можно. А, чего-то хотеть, как можно. А, к чему-то стремиться, да, если вы сдерживаете и, ну, как то вот подавляете, как я уже сказал неоднократно. А, базовые чувства, вот, которые, которые необходимы любому человеку. А, для того, чтобы нормально существовать. А, ну, нормально существовать. А, вот. То есть, как можно, вот, чего-то хотеть. Да никак. Понимаете? Вот. Никак. Нельзя. Вот. Отсюда и такое вот подавленное состояние. Вот. Получается. А, ну, здесь, в принципе, вот. можно сказать, что здесь есть и какая-то злость, да, и какая-то агрессия. Вот. И вот всё-всё-всё. Всё-всё-всё. Так всё. Есть. Есть. Здесь. У вас. Только, опять же, ну, вы запрещаете себя, запрещаете себя. Нельзя. Нельзя, потому что, ну, вы не достойны. Вы не достоин этого, не имеете права что-то чувствовать, не имеете права, значит, чего-то хотеть и так далее. Потому что, ну вот, перед этим, перед этим, уже, вот, подавление, вот это вот, оно имеет место быть, и имеет место быть, ну, довольно бавильный фильм, вот, понимаете, да, какая штука. Лень, прочно связана с ошибками, вот, вы боитесь получать ошибку, здесь, ошибка является для вас базовой историей, это прям вот, ну, это прям, это прям базовая история, ошибка, вот. Вы говорите, ну, по сути, да, вы говорите, что я не должна совершать ошибку, я не могу совершить ошибку, потому что это вот превыше всего. Не совершить ошибку, не дай Бог, я совершил ошибку, вот. То есть, для вас сейчас, для вас, для вас сейчас, на мой взгляд, важнее не совершить ошибку, нежели, чем, ну, вот, что-то делать, что-то сделать. Дело в том, что, если человек что-то делает, да, он ошибается ошибкой. Ему нужно, ну, ему нужно опираться на свой интерес. Человеку, я имею ввиду, нужно опираться на свой интерес. Вот. Вы не можете опираться на свой интерес, потому что, потому что, вы его не чувствуете, свой интерес, и это правда, вы правда не чувствуете себя интересовой, потому что вы чувствуете рост, вот. Вы чувствуете, даже не рост, а вот, ну, подавление, то, что, то, что, то, что вы описываете, вот. А, дальше, у нас, вот, что, что вы пишете, ну, что делать, если ничего, если ничего не радует, хочется плакать, а батя ушелит, да, что делать, чтобы что? То есть, ну, вот, можно с психологом поговорить и выговориться самой, да, то есть, вот, ну, есть, есть такая возможность, значит, ну, например, у вас, да, есть такая возможность выговориться, вот, рассказать вообще о себе, просто рассказать, что, что вообще в моей жизни сейчас происходит, вот. Как-то вот структурировать для себя свою реальность, вот, в которой, в которой вы живете, вот, то структурировать как-то, ну, как-то вот, смотреть на то, как у вас, вот, ну, в жизни, значит, ну, значит, приоритеты, да, и так далее. То есть, вот, сначала вообще понять просто, что происходит, что происходит, ну, с вами, и так далее, вот. Что, от чего, для чего, почему, и так далее. То есть, то есть, ну, просто, вот, увидеть, вот, ну, причинно-следственную связь с, вот, да, вот, просто, ну, просто понять, что с чем, что с чем, вот. Что с чем, и зачем, и так далее. Хоча-бы, хотя-бы, 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 вот. А дальше уже, там, куда вы хотите, вот. А, значит, вы говорите, что вам двадцать шесть лет, вот. Вы говорите о том, что, вот, судя по всему, вы живете с родителями, да, по всему, ну, по всему, по всему живете с родителями. Вот, это, значит, означает, что для родителей вы, как-бы, ребёнок, ну, что вы, да, что вы для родителей ребёнок. Вот. А, ну, на самом-то деле вы уже не ребёнок. Уже. Вот. На самом деле. А вы, на самом деле, уже далеко не ребёнок. Но для родителей вы ребёнок. А, значит, нужно сепараться. Вот. Вот можно поставить себе, вот, ну, как, вот, как вариант, да. Ну, вот, такой цель, такой цель, что сепарировать до родителей. Вот. А, то есть, ну, вот, отделиться от них, вот, чтобы, ну, почувствовать себя, там, ну, как-то, вот, более, ну, более свободно, да, более самостоятельно, чтобы на вас, вот, ну, привычным образом, там, плюс-минус как-то не влияло. А, не влияло ваше окружение. И, есть вопрос. Есть очень, а, вот, такой, вот, серьёзный вопрос. Хотите ли вы Apple, то есть, ну, вот, буквально. Хотите ли вы, рейтенциализирует? Вот в чём, в чём вот суть, ну в чём суть, или нет, или не хотите жить с этим стоять, вот, то есть вы хотите жить с вами, хотите принадлежать, ну принадлежать Сибире, например, или не хотите этого слова, вот, то есть это вот очень важный момент, который, на который вам нужно, конечно, ответить, вот, я имею ввиду себе, себе самой. Вот, значит, дальше, вы экстраполируете требования. Вашего окружения на себя. То есть, по сути, вот, для чего нужно сепарироваться, хотя бы психологически. Чтобы мнение о себе, ну, вот, ну, ваше мнение о себе, чтобы оно было составлено вами самой. Вот. А, не, а, как-то другим. Вот. А, сейчас получается так, что это мнение спалят другие люди. Вот. Вот. К сожалению, сейчас получается так. А, сейчас получается так, что то, что вы о себе думаете, это вот другие, другие люди. Ну, в частности, вот, опять же, ваше окружение, в частности, составляют то мнение о вас, которое у вас есть. Кстати, вот, опять же, опять же, опять же, психолог, там, поможет сделать. И приготовить почву для сепарации от родителей. Вот. Диагнозы. 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 Значит, ну, ставить вам мы не будем. Немножко, 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 это не нашу тему, не нашу тему, вот, ставить диагнозы. Вот. Поэтому я, наверное, воздержусь. Вот, диагноз, вот. Значит, ну, от того, чтобы, вот, диагнозировать вам что-то. Мне кажется, что по отношению к вам это было бы неправильно. Мне кажется, что это было бы неуважительно, вот, по отношению к вам. Вот. Поэтому я делать этого не хочу. Помочь вам разобраться в себе можно и нужно. Вот. Сделать это, сделать это может психолог. Вот. Поэтому выбирайте, выбирайте себе специалиста. Вот. И начинайте работу. Я буду вам благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам формулировать базовым. И вот, что вам откликнулось, что не откликнулось в, значит, ну, в моем, ну, моем ответе. Вот. Я вам желаю всего самого доброго. Удачи. И просто хочется сказать, что, чтобы вам не казалось, как бы вам не виделось, вы не одна. Вот. Вам всегда могут помочь. Вот. Нужно только вот начать это делать. То есть начать этим заниматься. И бывает страшно, бывает как-то вот. Не по себе, не по себе, но на самом деле страх здесь только один. Вот. Это, значит, что-то меняет в своей жизни. Вот. Всего вам самого доброго. Субтитры сделал DimaTorzok